Меня зовут Виктория Печенко, я delivery manager в Tinkoff Travel. Занимаюсь тем, что настраиваю end-to-end поток создания ценности. И я думаю, ни для кого не секрет, что профессия delivery manager тесно связана с изменениями. Но, как правило, мы не делаем изменения просто так, потому что нам этого захотелось. Иногда у нас появляются проблемы. Давайте посмотрим на те проблемы, с которыми мы столкнулись. Первая проблема — нет понимания, как создается end-to-end продукт. Мы начинались как стартап, но в какой-то момент уже превратились в отдел из ста человек. И по мере того, как мы росли, соответственно, росли и развивались наши процессы, инструменты, приходили новые люди. Но знание о том, как создается продукт, было лишь у основателей, у нескольких людей и то в головах. Вторая проблема — недопонимание между бизнесом и IT. Каждая сторона считала, что вот я-то делаю все хорошо, все правильно, а вот ошибка, вот все проблемы, вот на другой стороне. Приведу пример. Бизнес говорил о том, что IT делает что-то медленно. IT, в свою очередь, переживали из-за того, что у них было очень много одновременной работы от бизнеса. И третья проблема, что нет вовлеченности в изменения. Возможно, для многих из вас сейчас будет похожая ситуация. Представьте, что вы приходите рассказать о какой-то проблеме. Вот она для вас просто суперочевидна. Вы приходите, рассказываете, предлагаете решение. И что вы встречаете в ответ? Ничего. Более того, кто-то даже считает, что этой проблемы нет. Поднимите руки те, кто хоть раз сталкивался хотя бы с одной проблемой. Ага. Ребят, ну что, мы не одиноки с вами. Приятно это осознавать. И есть различные способы решения этих проблем. Можно проводить one-to-one, опросы, static, value stream mapping и многое другое. Мы, в свою очередь, решили остановиться на инструменте value stream mapping. Поэтому сегодня давайте поговорим о том, что же это такое, инструмент value stream mapping. Я расскажу про наш кейс, его использование, как мы его построили, какие у нас получились результаты. Поделюсь с вами своими выводами и инсайтами. И небольшой бонус в конце. Поделюсь фасилитационным планом, как можно провести сессию WSM. Ну что, поехали? Что такое WSM? Немного теории. Если упростить, value stream mapping – это способ визуализации процесса поставки ценности продукта. На примере представим, что мы работаем в какой-то компании, которая занимается производством лимонадов. То есть наш продукт – это лимонад. Чтобы его произвести, мы проходим некоторые этапы. Например, этап 1 – закупка ингредиентов. Этап 2 – приготовление лимонада. Этап 3 – доставка его клиенту. То есть продажа напитка. Понятно, что пример упрощен, и таких этапов может быть больше. Но, тем не менее, так может выглядеть наша карта доставки продукта. Но что нам скажет Google по запросу, что такое value stream mapping? Сначала можно узнать о том, что value stream mapping берет свое начало из практик lean. Там даже есть своя аннотация. Также можно прочитать о том, что есть такие value streamы во фреймворке LES. О, простите, SAFE. И также нашла такой пример с сайта IBM – простой value stream map. Я посмотрела все вот эти схемы и для нас решила немножко адаптировать схему. И получился следующий вариант. У нас были этапы работы. Активные – это зеленые стикеры. И желтые стикеры – буферные или этапы ожидания. На каждом этапе могли быть свои проблемы. Это розовые стикеры. И голубые стикеры – это участники. Ну что ж, мы синхронизировались по тому, что такое value stream mapping. И как мы решили его использовать для себя. Теперь настала пора ответить на ваш вопрос. А почему все-таки value stream mapping? У нас были некоторые гипотезы. Первое. Что он нам поможет отразить все этапы создания продукта. И мы сможем посмотреть на все наши проблемы, на создание продукта системно. То есть решать нелокальные проблемы. Вторая гипотеза была в том, что нам покажет, что у бизнеса и IT связаны проблемы. И это, в свою очередь, также нам поможет решать их системно. И третья гипотеза заключалась в том, что участники сами будут генерировать проблемы. А когда мы сами генерируем проблемы, это первый шаг к их осознанию. Имея все эти вводные, мы перешли к построению ВСМ. Решили собрать встречу. И чтобы ее собрать, мы для себя определили, во-первых, границы, по которым мы будем строить ВСМ. В нашем кейсе это было от формулировки идеи до анализа результатов на проде. Определили состав участников. Это были бизнес-оунер, CPO и CTO. Такой состав участников обусловлен тем, что все они в той или иной степени задействовались на каких-то этапах. Плюс уже на этой встрече хотелось начать решать проблемы с взаимодействием. И фасилитаторами были два delivery manager. И скажу сразу, если бы я там была одна, мне было бы очень сложно. Потому что встреча длилась в оффлайне. Она проходила 6 часов. Если вы помните, что такое оффлайн-встреча, если нет, я напомню. Это куча стикеров, флипчарты, бумага, скотч. И вот это вот все одна переговорка. Вы сидите там и думаете о чем-то 6 часов. Ну хорошо, не 6 часов, конечно, у нас были перерывы. Но тем не менее, было весело. И, собственно, что у нас получилось по итогу встречи. Это наш ВСМ. Здесь нет цели сейчас посмотреть на каждый стикер. Давайте вот посмотрите на него и просто подумайте, что вы видите. Да, с кумира. Да, великолепно. Ну, в общем, что здесь можно увидеть? Во-первых, у нас картинка делится условно на три части. Первая часть — это анализ. Все нужно для того, чтобы взять задачу в разработку. Вторая часть — непосредственно разработка. И третья часть — эксплуатация. Все, что после релиза у нас. Что еще? Розовые стикеры. Это проблемы. И их много. Они есть практически на каждом этапе. И довольно подробный этап анализа. Но у нас не было цели на встрече просто прийти, построить ВСМ, посмотреть на него. И как бы все. Нет. Мы хотели, конечно же, проанализировать наши проблемы. Поэтому мы начали брать поочередно каждую проблему, разбирать ее. И через какое-то время пришло осознание, что на самом деле мы не просто хотим починить проблемы. Мы хотим поменять наш процесс. Потому что проблемы связаны. Поэтому по результатам встречи мы поняли, что у нас есть связанные проблемы. Надо менять этапы. И что очень много процессов завязано на CPO. Это как раз объясняется длинным этапом анализа. Потому что он был задействован в очень многих этапах. Что еще? По результатам первой встречи мы получили довольно положительный фидбэк от ее участников. Здесь приведены прямые цитаты. Можете их прочитать. Но, собственно, все отметили, что у нас действительно много проблем. Но мы смогли о них поговорить и даже некоторым найти какое-то решение. И теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что построить ВСМ — это пройти только 30% пути. Потому что дальше его нужно развивать. И после этой встречи я села, перенесла все в мир, как уже заметили, да? И решила, что нужно нарисовать вариант 2B. И раз уж мы хотим менять этапы. Здесь что мы видим на картинке? Желтые стикеры — это потенциальные изменения. Розовые стикеры — это те, ярко-розовые стикеры, это те проблемы, которые могут быть решены при условии, что мы введем эти изменения. И таким образом может быть решена половина проблем. Что ж, неплохо. Дальше я собрала еще одну встречу с нашими изначальными участниками, где я показала все, что у меня получилось. Мы с ними сделали несколько корректировок и договорились о следующем. Мы сфокусировались на этапе анализа, потому что он очень большой, длинный, как вы помните. И там надо было вводить очень много изменений. Мы запланировали эти самые изменения со сроками ответственными. Пару примеров, какие это были изменения. Мы договорились поменять нашу ролевую модель, описать ее, сделать изменения в оргструктуре. Ну и по мелочи договорились о том, как мы будем ввести наши идеи, где мы их будем ввести, какие должны быть описания, что на входе, что на выходе. Далее договорились проводить еженедельный синк по статусу изменений. И после того, как мы уже описали все, о чем мы договорились, то собрали нашу команду и представили ей изменения. Давайте поговорим о результатах, которые нам это дало. Если вспоминать те проблемы, о которых я говорила вначале, вот что с ними стало. Во-первых, WSM появился в общем доступе. И каждый может зайти, посмотреть, как выглядит наш процесс. Если там что-то не так, то оставить свой комментарий, скорректировать. Плюс мы рассказали о нем на общей встрече. И также стало у всех появляться понимание, как создается продукт. Далее. Наша гипотеза оправдалась. И уже после первой встречи бизнес и IT, их лидеры увидели, что у нас проблемы действительно общие. И мне даже возвращали такой фидбэк, что да, эта встреча нам помогла сфокусироваться. Ну и последнее, самое приятное, наверное, для меня, что люди захотели наконец участвовать в изменениях. То есть ко мне приходили из других, не из других вытраздлений, но в общем приходили дизайнеры, например, маркетологи, и просили помочь им поменять что-то в их процессе. Или кто-то приходил просто с какими-то идеями, как мы можем еще улучшить наши процессы. И я связываю это с тем, что люди поняли, что они могут найти поддержку здесь, и что мы действительно можем что-то поменять. Но что было дальше после этого? После того, как мы рассказали команде обо всех изменениях, ввели их, пожили немного с ними, мы, конечно же, собрали обратную связь по этим изменениям. И теперь мы, знаете, в таком круговороте. Что-то сделали, собрали изменения, что-то еще раз поправили. Далее уже начали привлекать участников процесса. То есть если изначально VSM был такой верхнеуровневый, там могли быть пункты просто дизайн, разработка, маркетинг, то сейчас мы уже встречаемся с непосредственными участниками этого процесса и расписываем их более подробно. Плюс настроили сбор метрик, в частности time to market. Я еще ни разу не сказала слово метрики за свой доклад, в отличие от предыдущего. Так вот, настроили метрики, потому что раньше у нас их вообще не было. У нас не было даже физической возможности понять, сколько мы разрабатываем наш продукт. То есть мы могли только догадываться. Теперь мы находимся в стадии, когда ждем, что данные накопятся. И после этого сможем уже на этих метриках смотреть, как наши изменения влияют на метрики. Перейдем к выводам. Расскажу здесь и о выводах, и об инсайтах, которые я получила. А их немало. Итак, когда же применять VSM? Например, если вы хотите визуализировать ваш процесс, может быть вы хотите разобраться, из каких этапов он состоит, найти проблемы, которые у вас есть, ограничения и так далее. Но как его построить? Вот здесь я собрала весь тот опыт, который был у нас. Во-первых, нужно определить проблемы, которые у вас есть, цель. И вот здесь уже можно задаваться вопросом, а точно ли это тот инструмент, который может помочь в моей ситуации? Может быть, есть что-то еще? Второй шаг — это задать границы. Границы продукта или процесса, по которому вы будете строить VSM. Опять, а что есть мой продукт? Тоже здесь можно подумать об этом. Третий пункт — определить состав участников. То есть не обязательно это будут всегда люди уровня C-level. Это могут быть совершенно разные люди, зависит от вашего контекста. Четвертый шаг — уже построить, проанализировать полученный VSM. По необходимости построить вариант to be. И пятый шаг — провести те самые изменения, собрать обратную связь. По необходимости повторяем четвертый, пятый шаг, если нужно больше. Еще один инсайт, что VSM можно применять для любого процесса. Что я имею в виду под любым процессом? Это наш VSM, только он без проблем. Все то, что вы уже видели. И он у нас для end-to-end потока создания ценности. И вот где-то в этом потоке есть один шаг — дизайн. Но дизайн — это не просто составить макеты, это нечто большее. И мы его также расписываем, находим в нем проблемы, думаем, что мы с ними можем сделать. Но понятно, что если вы будете расписывать, например, по end-to-end VSM, то бенефитов вы сможете получить больше и проводить системные улучшения. На что еще нужно обратить внимание? Некие подводные камни. Первое. Что нужна? Поддержка от менеджмента. У нас, по сути, все изменения идут сверху. И это очень помогает даже в проведении их. Например, мы не смогли бы, скорее всего, поменять орг структуру, если бы не было поддержки. Второй момент. Необходим стрессор для изменений. Если мы просто построим VSM, посмотрим на то, как происходит наш процесс, нам это ничего не даст, скорее всего. Мы посмотрим и забудем. Нам нужны какие-то стрессоры, которые нас будут заставлять меняться. Будь то это проблемы или время выполнения работ. Неважно. В общем, что-то, что нам позволит двигаться вперед. И последнее немаловажное. То, что нужен ответственный за поддержку и развитие VSM. У нас эту роль выполняю я. Фассилитирую встречи, поддерживаю в актуальном состоянии, помогаю проводить изменения или провожу их. Но если не будет никого, то есть риск того, что коллективная ответственность может превратиться в коллективную безответственность. Ну и как обещала, QR-код на пример фасилитационного плана, как можно провести сессию VSM. Сканируйте, переходите, используйте инструмент, если вам кажется, что он может помочь в вашем кейсе. Но используйте его с чувством, с толком, с расстановкой и помня обо всех подводных камнях, про которые я сегодня рассказала. Спасибо. Друзья. Вопросы? Хороший вопрос. Предыдущий слайд с QR-кодом. Да. Вижу руку в конце зала. Неожиданную руку, я бы сказал. Но не могу к ней не подойти. Привет. Меня зовут Павел. Привет. Мне кажется, мы где-то уже виделись. Но у меня вопрос на самом деле к тому, что ты не раскрыла. Вот тот момент, когда вы собрались все в этой душной комнате и начали разбирать этот VSM, стоит всегда вопрос о проблеме того, что когда мы туда собираем разработку, бизнес, они говорят на разных языках. Как вот непосредственно организация сбора этой информации вы делали? Могу предположить, что, например, вы предложили, например, на одной стенке какую-то часть девелоперам сделать свою часть VSM, бизнесу свою часть, потом как-то коннектили. Можешь немножко про процесс именно вот той самой организации, того, как вы это делали? Потому что, ну, все-таки 6 часов и в одной комнате душно. Это очень сложный процесс, я понимаю. Да, смотри. Ну, во-первых, нас было не так много людей, потому что там были лиды от бизнеса и разработки. То есть это 3-4 человека. И да, мы действительно взяли одну стену, но делали мы VSM вместе. То есть я задавала вопросы, например, со своим вторым фассилитатором. С чего у нас начинается процесс? Что у нас идет дальше? А что после этого шага? Какие есть участники? Вспомогательные вопросы также есть в примере фассилитационного плана. Мы не делили их на группы, не просили сначала кто-то свою часть сделать, кто-то свою. Наоборот, было важно, чтобы все могли услышать про части, про все части. Ответила? Если я правильно понял, то там было не так много человек. Да. Понятно. Просто бывает такая история, когда на построении VSM собирается действительно много человек. Вот там 15 человек, например, да? И этот сложный процесс еще увеличивает сложности их коммуникации. Может быть, у тебя был опыт, или можешь высказать, как, например, организовать процесс построения VSM на 15 человек. То есть, может быть, действительно там делимся на какие-то отдельные модули. Например, аналитику делают аналитики, разработчики там, часть разработки, а потом все стыкуем и перепроверяем. Идем вперед по процессу, назад по процессу, и как-то вот это выравниваем. В моем опыте максимальное количество человек было 12 или 13. И там мы тоже не делили. Мы справились просто так же сидеть. Это было в онлайне. Также задавали вопросы, что у нас идет. Да, было такое, что кто-то молчал, кто-то высказывался больше. Но, тем не менее, опять, можно, я допускаю возможность, что если у нас больше 15, то действительно надо поделиться на группы. Но я бы делила не просто, что девелоперов там и аналитиков отдельно. Это как вариант. Еще как второй вариант, что поделить их все равно, чтобы в каждой группе были все специальности. и они делают свою часть и потом выносят все, делают в ВСМ, а потом мы его собираем со всеми вместе, потому что кто-то может что-то забыть. Но здесь ценность именно в том, чтобы каждая сторона, будь то бизнес, IT или кто-то еще, они послушали, как все идет от начала до конца, потому что про свою часть они и так хорошо знают. Спасибо. Спасибо за вопрос. В онлайне пока нет вопросов, но, может быть, есть в зале. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Там была схема классная, когда первое, это мы определили проблемы, а затем вторая линия шла, это там, где уже были решения. Вот кто и как эти решения подбирает, потому что их же может быть несколько на самом деле, и как вот их выбрать, и как их правильно расположить. А вопрос второй, это сколько это занимает времени, потому что собираться на вторую часть ВСМ, да, таким же составом через, ну, три месяца, никто даже уже не вспомнит, то есть сколько на это, ну, там нужно затратить времени, и как это делается. Начну с легкого, ну, как с легкого, со второй части, в общем. Первая встреча, как я сказала, шесть часов, вторая встреча была собрана, по-моему, через неделю или в пределах той же недели, то есть это очень быстрый процесс, просто нарисовать, что у нас есть сейчас, проблемы и to be. Больше времени уже занимает имплементация тех изменений, которые мы захотим сделать, потому что они могут быть совершенно разные. От того, чтобы поменять орг структуру и до того, чтобы, не знаю, в джире доску настроить. Вот это уже будет зависеть от конкретного кейса. Так, и первый вопрос у нас был вот про вот этот слайд. Спасибо. Там была схема еще вот назад, где ярко-розовые стикеры, да, вот это, вот это to be, кем она разрабатывается, то есть кто эти решения подбирает и кто их там презентует и, собственно, как вот это вот происходит, презентация второго уже потока. В моем кейсе to be составила я, потому что мы уже часть проблем разобрали и мне было понятно направление, куда двигаться. Еще бывает такое, что собираются просто либо ответственными людьми, либо заинтересованными. Например, недавно тоже коллеги проводили ВСМ. они, правда, не делали не по созданию продукта, а по определенному типу задачи. Они собирались с теми людьми, которые заинтересованы в этом. То есть понятно, что нужно было собрать разных людей как раз-таки и разработку, и бизнес, и это было бы человек 20. И попросили прийти на встречу только тех, кто хочет включаться, участвовать, и быстро получили тоже решение. То есть зависит от кейса. Если можете, то вы это делаете, либо привлекаете людей. Но в любом случае, когда мы делаем какое-то решение, надо его потом будет обязательно провалидировать. Мы валидировали. Как? Я собрала вторую встречу с первоначальными участниками, показала им to be вариант, рассказала подробно про каждый, и они уже внесли свои комментарии и изменения, которые казались нужно внести. Ну и мы договорились прямо на встрече, что да, это мы действительно так переделаем, а это, допустим, оставим как есть. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Друзья, у нас еще есть 10 минут. Просто все понятно. А можно я задам вопрос? Конечно. А ты очень много уделила внимания такому термину, как границы. Да, границы. Если я правильно понял, то речь шла про один продукт какой-то. А что если у нас много продуктов вот в этом value stream? Вот был ли у тебя такой опыт? Может быть опыт твоих коллег из компании Tinkov? Что если мы широко вот так вот смотрим? Да, как раз недавно проводили VSM с Женей Степченко. Он сегодня тоже спикер. И там у них много продуктов. И мой первый вопрос был, для чего мы будем строить VSM? То есть для какого продукта? Строить для всего сразу, это понятно too much. Мы выбрали один продукт, построили по нему, и дальше уже ребята будут сами развивать эту карту, работать с проблемами и достраивать VSM для других продуктов. Потому что у них там как раз история, что есть очень много взаимодействий с другими командами. Там прям может быть взаимодействие с 20 командами по потоку. И с этим нужно работать последовательно. Спасибо. Вижу руку. Напомню, что в онлайне тоже можно задавать вопросы. Да, но пока их там нет. Не могу не спросить, а вот насколько отличаются VSM у разных продуктов? Потому что кажется, что здесь какой-то довольно общий workflow для условно разработки цифрового продукта, по крайней мере, в рамках одной бизнес-линии. Вот насколько отличие будет от продукта к продукту, первое. И второй момент, а вот такое вот деление домышей, оно насколько дает какую-то ценность? То есть насколько это дает большую ценность по отношению к таким более крупноблоковым историям, например, про Discover, тестирование гипотеза и так далее. Спасибо. Ага. Да, я уже видела немало VSM у нас в банке, и они все очень сильно отличаются. Вот у нас, если вы можете заметить, он такой довольно последовательный. Но потом мы его уже начали расписывать более детально, но тем не менее. А есть команды, у которых он прям очень сильно ветвится. и это зависит от контекста, от продукта действительно. И второй вопрос. Напомните, пожалуйста. Насколько дает ценность вот такое подробное деление на мелкие элементы по отношению к такому более крупноблоковому? Здесь я разбила просто для понимания, чтобы мы синхронизировались, что у нас есть тот анализ, разработка, эксплуатация. Кто-то не делит вообще, потому что в этом не видит смысла. Можно действительно поделить по discovery и delivery. Я думаю, от кейса зависит. Спасибо.